Всем привет, ребята, с вами Гуф Гуф, и сейчас, ребят, я нахожусь на своем основном аккаунте в Бисфарм Симулятор и на ВИПке. Тут со мной сейчас вот такие вот подписчики, Егорик и Кристина Принцесс, ребята, всем привет. И сегодня, ребята, давайте-ка мы попробуем купить кое-что, то, что я очень давно планировал. Ну и вы точно знаете, что я буду покупать. Короче, сейчас я буду покупать гамми-боты, и для гамми-ботов мне сейчас не хватает только одного. Я сейчас вам покажу, чего мне не хватает. Но давайте для начала мы просто перейдем в этот вот магазинчик, где можно купить эти боты. Это самый-самый дорогой предмет, который есть в игре. Вот, 999 клея нам только нужно. Из-за этого всего у нас есть, ребята, сколько клея? 984. И сейчас, ребят, смотрите, мне нужно нафармить 15 клея, а мед у меня 100 миллиардов. А у меня что? Ну да, есть. В общем, да, у меня было 300 миллиардов, я 100 миллиардов, я потратил на то, чтобы улучшить своих пчелок до 14 уровня. Сейчас у меня почти фуловый улей 14-х пчелок. Короче, давайте так, я сейчас вот для себя челлендж придумал. Мне нужно за 10 минут собрать 15 клея. Если я не успеваю это сделать, то, ребята, я трех друзей рандомных участников, которые что-то там сделают в комментариях, я добавлю в друзья. То трех подписчиков из комментариев я, ребята, просто возьму и добавлю в друзья. Просто рандомных. Что нужно будет сделать, ребят, смотрите, до конца я что-то там походу придумаю и скажу, что вообще нужно делать, чтобы я вас добавил в друзья. Окей, сейчас у нас тут видим, есть вот такой вот у оли, ребят, все-все-все пчелки, кроме байсика. Байсика я решил в последнюю очередь качнуть, так как от него толку мало. Ну и, конечно, у нас тут вроде бы еще одна пчелка была. А, нет, все пчелки 14-го, все-все-все-все-все-все и байсик 13-го. Ну, байсика мы пока что трогать не будем. Ладно, тут у меня оли немножечко подкорректирован под урон. Я немножечко поменял, вот взял рейджа, взял браво, леона искал, искал, не нашел, короче. Ну и, в общем, пытался достать амулет, но у меня не получилось. Короче, ладно, давайте сейчас не об этом. Сейчас, ребята, мы запускаем таймер и, ребята, пошли искать пчелок. Все, поехали, ребят. До 10 минут у меня есть время, чтобы найти 15 клея. Конечно, блин, некоторых мобов я уже поубивал. Вот, например, волка только что убил. Вот, например, убил только что еще кинг битла. Тоже ничего не выпало, ни клея, ни фигашечки. Сейчас, ребят, давайте еще пойдем сюда посмотрим. Может, тут есть... Нет, тут тоже его нету. А, а где я должен... Вообще буду нафармить этот клей? Ну, я, конечно, ребят, планировал фармить этот клей из мобов, из рулеток, из расточков, не из крафта. Вот, ну, типа, я буду крафтить по любасу этот клей, но я не хотел, типа, крафтить гендропы. То есть, вот я хотел сказать, это дополнение к челленджу. 10 минут у меня на это все есть. Ладно, я там, кажется, какой-то квест выполнил. Вот, полярный мишка. Давайте сейчас мы сдадим этот квест. Это я вот только что вот Магиса убил перед роликом. И я услышал звук, что что-то пикнуло. Давайте сейчас сдадим, посмотрим, что в награду. Клея, к сожалению, не получили. Ни клея, ни гендропов. Ладно, а если гендропов, это получается 750. То есть, мне нужно за 10 минут 750 гендропов нафармить. Не, ну, это слишком круто, мне кажется. Вот это я себе челлендж забабахал. Ну, мне кажется, это вообще невыполнимый. Ну, да ладно, какая разница. Ну, это же для вас хорошо. Я же кого-то у друзей добавлю. Ладно, ну, тогда мы, ребят, сейчас просто будем фармить росточки. И росточки я, конечно, буду фармить на Пампкине. Сколько у меня вообще этих ростков? 61. Отлично. Кидаем первый росток. И он только обычный. Эх, ладно, вот не повезло. Вот просто не повезло. Так, вот это вот все собираем, собираем. Ребята, тут можно, в принципе, спаунить следующий росток. Отсюда нам выпадает что? Тоже фигня. Обычный росток. Дальше. Дальше. Ну-ка, давай следующий росток. Тоже обычный. Блин, выпадает одна дичь. Серьезно. Опа, вижу редэкстракт. Редэкстракт надо забрать. Все. И сейчас, ребят, попробуем-ка мы вот найти гамми. Блин, опять обычный росток. Ну почему только обычные ростки выпадают? Не, ну прикольно. Из обычного росточка мне редэкстракт выпал. Это классно, конечно, но мне сейчас редэкстракты не нужны. Ну ладно, давайте еще разочек спауним. И нам опять обычный выпал. Что за фигня? Почему такие росточки нубские выпали? Блин, вот сейчас гамми выпадет и какой-то подписчик ко мне прилетит и будет фармить ресурсы. Это будет обидно. И будет мне тырить клей. Так, спауним еще один. Опять обычный. Что за фигня? Что за неудача? Знаю я хороший способ, конечно. Сейчас мы им воспользуемся. Только давайте я дособираю ресурсы. Жалко терять. Вот это вот все забрали, забрали. И быстро сваливаем отсюда. Тут у нас есть вот такая вот штучка. Это называется призыв ростка. Сейчас мы призовем, ребята, росточек от редкого. Обычно здесь не выпадает. Вот так вот. И сразу нам эпик выпал. Блин, ну из эпика тут, к сожалению, не выпадает клей. А гандропы хотя бы выпадают. Точно, я знаю способ, как фармить. Нужно стикбага валить. Но за 10 минут, как бы, уже поздно, ребят. Поздно уже. Уже очень поздно. Я не нафармлю 750 гандропов из одного стикбага. Да еще и в соло. Так, тут вот росточек есть. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Смотрите, смотрите, тут пришли ребята помочь фармить росточек. Ну, пускай фармят. Пускай фармят, мне не жалко. Так, ну, ладно. Тут вот вижу красный экстракт, тикеты. А клея нету. Серьезно? Ладно, закинем еще. Опа, редкий. Давайте, может, на Донделю не будем фармиться. А то на Пампкене я заметил, что вообще какая-то фигня, дичь происходит. Я ничего не могу достать. Ладно, расчищаем рюкзак. Ребята, поехали. Так, я тут вижу вот ресурсы. Вот такие вот всякие ресурсы. Ничего хорошего. Кидаем росточек. Может, сейчас подписчики тоже будут кидать росточки. О, будет намного лучше. Это же получается, мы намного больше ростков будем фармить. Я же сам не буду так часто спаунить эти ростки. А если они будут со мной, так это вообще будет вдвойне приятно. Так, кидаем еще. И нам обычный и Кристина Принцесс. Это же вроде Татоша, не? Или не Татоша? Вроде Татоша. Тоже спаунит росточки. Если честно, я уже давно вообще... Я ни разу ее... Не то чтобы давно. Я вообще ни разу не видел без в армии администратора. Серьезно? Вот это жесть. Так, давайте заберем вот это вот. Все. Так, и... О, 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 вижу, вижу, вижу. Тикет забрать. Блин, я хочу клея. Я хочу клея. Зачем мне вот это вот все? Ну, тикеты, конечно, не мешают. Но клей, клей, нужен клей. Блин, серьезно? Я что, не... Вот это вот не достану даже одного гаммера с точка? Так, вот вижу тикет. Надо забрать. Эпик. Эпик. Зачем нам эпик? Зачем нам эпик? Так, может сейчас золотое яйцо выпадать? Опа! Ребята, ночка. А ночка, это хороший знак. Нам сейчас нужно, ребята, использовать рулеточку ту за 5 миллионов. И попробовать там что-то достать. Может там клей есть. А то я уже все сыграл, ребят, перед роликом. Все использовал. Сейчас ни рулетки, ни мобов, ни волка вообще никого нету. Ладно, короче, давайте так. Я вот, чтобы ростки не тратить, я сейчас не особо хочу тратить. Потому что, возможно, в обнове там появятся новые ресурсы. И из росточков можно будет доставать эти ресурсы. Поэтому, ну, вот как-то не хочется сейчас вот это вот все тратить. А! Сейчас, сейчас. Аккуратненько. Нужно не спешить. А то, если я спешу. Бабл Мэн. Слушай, может мне выдашь масочку? Не? Как думаешь? О! Я квест взял? Блин, я думал, что я квест Бабл вот этого вот Мэна взял. Ха! Ладно, короче. Идем дальше. Идем, ребят. Я думал, что я уже квест взял. Так, сейчас используем рулеточку. И смотрим, что у нас тут есть. Так, 5 шипов. Ойл. Ойл. Ну, я ойл нашел. Ладно, если что, потом заберем. Нам нужно сейчас клей найти. Так, 5 тикетов. Печенюшки. Ааа. Глитер. Ну, короче, ребята. Вот. А, где 5 тикетов? Я не помню. Где-то здесь. Вот они. Короче, давайте так. Я не буду париться. Мне кажется, что я не смогу нафармить. Ребята, росточков как-то жалко сейчас тратить. Вот. Передо мной потратить все ростки. Это очень глупо. Поэтому сейчас, ребят. Я просто вот вам предлагаю. Просто пойти вот в этот магазинчик. И скрафтить этот клей. Вот. Сколько? 100. Это 6 получается, да? Ну, 6 клея. Ну, давайте 200 тикетов мы потратим. Это 600 гандропов. Вот. И сейчас нам нужно будет еще немножечко дофармить. Мы, конечно, дофармим, ребята. Это с помощью крафта. Просто скрафтим эти гандропы. Они там недорого стоят. Это все вот дело. Сейчас быстро это все скрафтим. Просто я не хотел все тикеты тратить. Вот. У меня осталось 460. Если там несколько соберу, это будет 500. О! Блин! Ребят! Серьезно! Я забыл. Тут 3 штуки было же. О! Смотрите, как все сходится. Смотрите, а сейчас вот ровно 12 штук. Нет? Да. Ровно 12 штук. За тикеты ускоряю. И все. И получается все. Вот так вот у меня уже есть 999 клея. О! Это же имба, ребят. Это имба. Сейчас мы себе обновим наши ботиночки. Интересно, что у кота за ботинки? Может... Сейчас бы подпрыгнула она. Я бы посмотрел. Что? Я не вижу. Я не вижу. На прокачку. На чем мне копить? На прокачку. Ну да, логично. Короче. Ребята. Давайте так. Сейчас идем и будем покупать наконец-то эти гамми боты. Это просто жесть, ребята. Остальных 97 миллиардов сейчас мы потратим на поиски тапочков. Сейчас мы, ребята, найдем тапочков и сделаем, конечно, это очень быстро. Так. Вот кидаем сюда вот эту вот штучку. И сейчас, ребята, просто покупаем. Главное сейчас не купить масочку. Масочка сейчас мне не нужна. Я в белую пыльцу пока что не собираюсь. Пока что мне для синей нужна. Смотрим на ботинки. Вот мои ботинки дают двойной фарм пыльцы с кокосиков. А вот ботинки гамми такого не дают. Ну, конечно, это круто, наверное. Но я кокосиками почти не фармлюсь. Так что идем дальше. 10% пыльцы. Ну, это такое же, как и в гамми ботах. Тоже 10%. 1,5. Икса конвертрейта от хаев. А вот в гамми ботах это уже икс двоечка. То есть на 50%. Ну, или на половину икса больше. 10% биатаку вместо 5% будет у меня. То есть пчелки на 5% сильнее станут. 25% хони фрум токинс там было. А сейчас у меня будет 50%. То есть на 25% больше. Еще скорость передвижения не поменялась. Прыжок не поменялся. Ну, и, конечно, я получаю 2 пассивки. Как и нудс хасти. Это пассивка из этих ботинков перекидывается сюда. И у нас, ребята, еще есть гу трейл. То есть если я бегаю, то эта пассивка будет, ребята, очень отлично работать. Она будет заполнять поле гушками. То есть она будет мармеладкой осыпать все цветочки. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Давайте мы их покупаем. Наконец-то, блин. Наконец-то, ребят. Давайте сейчас заценим, как я выгляжу. Так, заберем гандропинку. Блин, да это же имба. Я купил самый-самый дорогой предмет в бисварм симуляторе. Это просто имба, ребята. Гляньте, как они круто выглядят. Не, ну это вообще отлично. Ладно, сейчас мы ресетаемся. Прикол, я сейчас купил только гами-боты, а тут выходят новые боты, которые стоят 100 триллионов. Я буду просто в очень большом шоке. Ну ладно, сейчас вот такие вот мы крутики с гами-ботиночками. И идем показывать вам, как работает вот эта пассивка. Тут пишет, что это пассивка. Где она? А, тут пассивки пока что здесь отображаются. Вот. Гуд рейл. А, где здесь гуд рейл? Я не вижу такой пассивки здесь. Она не отображается. Вот как анут хасти отображается. А вот гуд рейл не видно. Ну ладно, смотрите, как это работает. Я просто бегаю. И сзади меня вот такая вот полоса с гандропов. То есть я, если буду фармиться вот так вот, то, ребят, получается, я буду всегда фармить очень много гушек. У меня будет постоянно вот фармиться вот этот вот бонус. Сейчас я вам покажу. Гу бейджик, видите? Вот сейчас вот фармливаем, подфармливаемся. И оно как бы должно расти, но почему-то не растет. Что-то оно не учитывается вообще, не работает этот гу бейджик. Ну, короче, я вот тут вот, ну, вот, как-то так. Ну, короче, ребята, ну, ботинки хорошие, но они того не стоят. Я бы, если честно, если бы ботинки стоили так же, как и пояс вот этот, вот этот, я бы сначала пояс взял. Потому что ботинки, ну, они так себе. Ну, да, они самые крутые, они самые дорогие, но от них пользы не так уж и много. Ребята, как от вот, например, пояса. Вот такие вот, ребят, дела, получается. Самый дорогой предмет, просто самый крутой из-за того, что он дорогой, а не из-за того, что он прям имбовый. Ну, короче, ребята, вот такой вот ролик получился, блин. Если вы хотите в друзья попасть, я, конечно, не справился со своим челленджем. Поэтому, ребят, сейчас так, я вам говорю кодовое слово. Первые трое подписчиков, которые напишут это кодовое слово, я, ребят, добавлю вас в друзья. Но вам нужно просто написать кодовое слово и ваш никнейм в Роблоксе. И не изменять комментарии. Если вы сделаете изменение в комментарии, я вас не добавлю. А пока, ребят, давайте мы быстро переступим к роллу пчелок. Я сейчас вот просто вот идю сюда, вот так вот. Так, и покупаем, ребята, вот у реальжелейки. Так, 10, 10, 10, 10, покупаем, покупаем на все деньги, ребята, на все бабло. Мы сейчас будем искать, ребята, тапков. Вот, и сейчас, ребята, нам нужно найти еще хотя бы, ну, 4 тапочка. Ну, 4 я точно не найду, но хотя бы одного, это было бы вообще имба. Так, где же нам его поставить? Ну, во-первых, давайте мы сейчас, ну, этих пчелок я пока что трогать не буду, я их оставлю. Они пока что мне нужны для того, чтобы найти какой-то другой амулет. А пока, вот, смотрите, я иду, ребят, и вот куда? Куда я буду запихивать вот эту пчелку? Ну, конечно, Спайси мне не нужна. Я ее уберу, но чуть позже. Сейчас нет, сейчас пускай она стоит. Давайте мы сейчас вот вместо этого бабла сейчас закинем. Так, только надо посмотреть, что тут у нас стоит. Ага, нет, вот это отключить. И нужно включить мифики и неодаренные, вот. И будем искать, ребята, мификов. Посмотрим, что будет нам выпадать. Ну, и начнем. Первый нам сразу фази. За 5800 рейджелек. Это вообще имба. Но он нам больше не нужен. У нас есть две штуки. И даже одаренные. Поэтому я лучше вот... Блин, еще один вектор. Серьезно. Почему так много векторов выпадает-то? Эх, зачем мне столько? Ладно. Сколько я вообще потратил? Вроде нормально. Тапочек. Сразу одаренный. Что? Нифига себе. Сразу одаренный тапок. Это имба, ребята. Это просто имба. Кстати, в... На тестовом сервере, ребята, есть еще один вид лягушек, которые спавнят тапочки. Если тапочек одаренный, он имеет шанс заспавнить одаренную лягушку, которая в два раза лучше по характеристикам от обычной. Ну, и она там очень хорошо взаимодействует с шариками, которые появятся на Новый Год. В общем, ребята, это имба. Смотрите, мы сразу одаренного тапочка достали. Так, сколько у нас уже есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Окей, идем дальше. Сейчас мы закидываем следующую пчелку вот сюда. Вот у нас еще 49 тысяч. Закидываем вектор. Забрал только полторы тысячи. Серьезно. Ладно, пошли дальше. И тапочек. Ура! Еще один тапочек. Так, это у нас сколько получается? Было семь, теперь восемь. Ну, ладно, нормально, нормально. Идем, ребят. Векторов мне так много не надо. Давайте одного уберем. И кого же это мы уберем? Ну, давайте вот этого уберем. И сейчас мы вот в фазе. 24 тысячи. О, как много убрала. Еще одна. Да ты задрала. Вектор. Ну, все, ребята. Мы оставляем вектора, потому что у нас осталось столько 1600 рояльт жалеек. И тут уж точно не выпадет нам тапочек. В общем, один одаренный и один обычный тапочек это вообще имба. Выпало нам за вот такой вот ролл. За 100 тысяч только... За 10 тысяч только рояльт жалеек. Ну, почти 10 тысяч. Там 10 тысяч не было. Или было. Короче, какая разница, я думаю. Главный результат. В общем, вот такой вот, ребята, ролик получился. Если кому-то понравился, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Ну, а те, кто уже давно подписан, спасибо, ребята. С вами был Гуф Гуф. Всем пока, ребята. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok